Здравствуйте! Вы смотрите «Город. Действующие лица» и я, ее ведущий, Артем Никитин. Знаете, у Теннесси Уильямса американского классика есть одна пьеса, называется она «Трамвай желания». Вот если бы вы попали в такой трамвай, что бы вы загадали? И вообще, что краснодарцы бы хотели загадать, попав в такой трамвай? Возможно, ваши желания исполнятся, если они касаются общественного транспорта, потому что сегодня у меня в гостях Алексей Князев. Это новый руководитель трамвайно-троллейбусного управления Краснодара. Здравствуйте, Алексей Иванович! Добрый день! А вот вам, вот в таком трамвае, если бы у нас в Краснодаре ходил трамвай желания, можно было бы что-то загадать. Что бы вы сказали этому же трамваю? Я, наверное, буду не загадывать, а направлять все усилия на то, чтобы этот трамвай желания здесь появился. То есть, собственно, для этого я назначу на руководящую должность этого предприятия. Я считаю, что трамвай, назовем его трамваем будущего, это современный трамвай, он должен быть низкопольный, удобная посадка в него, включая лиц с ограниченными возможностями. Там должно быть кондиционирование или обогрев, там должно быть обязательно наличие Wi-Fi, там должны быть электронные привода, которые дают плавный пуск, плавное торможение. То есть, для того, чтобы как можно больше пассажиров именно города Краснодара себя чувствовали комфортно в этом виде транспорта. Чем более комфортно мы создадим этот трамвай, тем больше пассажиров пересядут с личного транспорта на трамвае. И тем самым, хотя бы частично, начнем решать вопрос пробок в городе Краснодаре. А насколько это реальное желание? Когда у нас появятся такие трамваи суперсовременные? Ну, если мы сейчас называем моменты, вы видите, что в городе уже есть современные трамваи, да, то есть это пару лет назад были закоплены при поддержке администрации края и администрации города, естественно, да. То есть, потому что на собственные средства мы не можем позволить себе это. Порядка 25 трамваев у скотовского производства, которые внешне уже отличаются как более современные. Это раз, второй момент, там есть и кондиционеры, и обогревы, то есть он пока идет полу-низкопольный. То есть, естественно, насколько реально, чтобы сейчас появились еще более новые, современные, мы сейчас будем исходить из той экономической ситуации, которой находится у нас страна сейчас, да. То есть в этом году мы, как правило, еще не планируем, то есть на следующий год, опять же, при поддержке муниципального или краевого бюджета, я так думаю, что какие-то моменты мы все-таки сможем закупить обновленный подвижной состав. Мы сейчас с вами сразу выкунулись так в будущее, а давайте немножко в прошлое вернемся, в историю вопроса, когда вообще появились трамваи у нас. Сейчас посмотрим сюжет и потом снова вернемся к будущему или настоящему. Первые трамваи появились в середине 19 века. Они были деревянными и передвигались при помощи лошадей. Поездка на трамваи в то время считалась почти роскошью. Простому рабочему это обходилось в 25% от ежедневного заработка. В вагонах были даже специальные обогреватели, печки, которые топились углем. Даже самые лютые морозы в сиденье трамвая оставались теплыми. А вот водителям не повезло. Их кабина была открыта всем ветрам и непогодам. И работали они по 12 часов в сутки. К концу века, когда трамваи стали электрическими, их мощность составила 18 лошадиных сил, что было равно скорости движения в 20 км в час. Первый трамвай в Екатеринодаре был пущен в декабре 1900 года. Краснодар стал 17-м трамвайным городом в Российской империи. Спустя 8 лет началось строительство пригородной линии в Станицу Пашковскую. Первые трамвайные маршруты города проходили по улице Красной. От городского сада до Новокузнечной и по Екатериненской, ныне улице Мира, до вокзала. Спустя еще 4 года начала работать трамвайная линия в Станицу Пашковскую. Ну вот сейчас сколько трамваев новых, а сколько старых. Сколько в хорошем состоянии, с нормальным пробегом, в процентном соотношении. Трамвай сейчас в более лучшем ситуации, конечно, находится, чем троллейбусы, трамвайные депои, чем троллейбусные депои. На данный момент мы обладаем 270 единиц подвижного состава. Это трамваи, да, то есть из них на линии выходят постоянно порядка 210 трамваев ежедневно выходят на линию. Потому что идет коэффициент выпуска подвижного состава. Естественно, какие-то трамваи находятся там на техническом обслуживании, какие-то на капитальном ремонте, какие-то на капитально-восстановительном ремонте. Поэтому порядка 210 трамваев сейчас на линии ежедневно находятся. Из них, я сказал, 25 абсолютно новых, да. Ну, это я говорю там двухлетней давности, да. То есть порядка 50% составляет подвижной состав, который там до 10 лет эксплуатации в хорошем состоянии. Остальные единицы техники, естественно, свыше 10 лет эксплуатации. Но каждый год мы своими силами, то есть порядка 20 единиц техники оборудуем капитально-восстановительный ремонт. Эта программа была установлена где-то порядка 3 лет назад. То есть каждый год мы порядка 20 единиц улучшаем по качеству. То есть старые трамваи мы практически полностью разбираем до колесной пары. И колесную пару в том числе где-то что-то, ну, ее немного ремонтируем. И полностью собираем практически новый трамвай только в формате, вот, ну, основа это чешские трамваи, Татры, которые ходят по городу. То есть мы делаем практически новый трамвай, просто старые модификации. Вы знаете, вы один из самых популярных, наверное, гостей программы. Потому что когда мы объявили о том, что будет у нас руководитель трамвая на травле областного управления, в социальных сетях, например, был довольно высокий интерес. И многие присылали вопросы, в том числе и видеовопросы. Давайте сейчас дадим слово зрителям, потому что, я думаю, это самое честное. Чтобы, собственно, те люди, которые ездят на трамваях и троллейбусах, спрашивали как раз. Слушаем первый вопрос. Здравствуйте, меня зовут Алексей. Каждый вечер мне приходится поздно возвращаться после работы домой. Я проживаю в юбилейном микрорайоне. До Каляева остановки как-то удается добраться. Но там приходится стоять по полчаса, по часу ждать трамвая. Иной раз, бывает, не работает на юбилейной ветка по причине аварии или что-то. И пассажиры стоят и ждут зря. Можно ли передавать по составам информацию о том, что ветка на юбилейной не работает, и трамвайного сообщения не будет туда. И люди стоят, особенно зимой, мерзнут, не зная этого. Понимаете? Спасибо. Вот такая идея, рационализаторская. Совершенно верно. Отвечаю на этот вопрос. Этот момент мы уже начали продумывать. Дело в том, что, как правильно заметил Алексей, по-моему, вопрос в том, что иногда люди, не дожидаясь трамвая, у них сладостное впечатление, что трамвай ходит не по расписанию. Вот Алексей правильно обратил внимание, что если где-то произошло ДТП, то есть какой-то, даже включая просто постороннего транспорта на трамвайном пути, или где-то, то трамваи скапливаются, то есть как гармошка, потому что они не могут двигаться. То есть как бы тут трамвайно-троллейбусное управление, технические службы делают все возможное, чтобы трамваи как можно быстрее начали двигаться. Естественно, надо информировать пассажиров о том, что произошло это ДТП. Что для этого мной сделано как руководителем, то есть естественно при поддержке муниципалитета, непосредственно главы города. Факт то, что мы уже установили первое табло на сеном рынке. То есть на сеном рынке есть табло, на котором указано... Сейчас я прошу выдать нашего режиссера видео, у нас есть, мы как раз хотели тоже об этом рассказать. Как выглядит это табло? А вы, пожалуйста, расскажите о том, для чего. Естественно, табло именно для того, чтобы пассажирам было удобно, и он видит. Весь наш подвижной состав оборудован ГЛОНАССом. Мы видим в режиме онлайн, где какая единица подвижной техники находится. На табло каждый пассажир может увидеть, через какой промежуток времени приходит трамвай определенного маршрута, движущийся до определенной остановки конечного маршрута. Если где-то происходит какой-то сбой, то в ближайшее время центральные диспетчера именно трамвая на троллейбусном управлении могут давать информацию уже в бегущей строке по поводу того, что трамвай номер 5, произошла авария, то есть задержка до 30 минут. И тогда пассажир будет планировать свое время по поводу того, что он знает, что в ближайшие 5-10 минут не будет, 30 минут, возможно, ему надо перейти до автобусной или троллейбусной остановки, или воспользоваться каким-то коммерческим маршрутом. Но это будет именно только в крайних случаях. А так, естественно, я еще раз подчеркиваю, муниципальный транспорт ходит по расписанию. И точно, единственные сдержки, какие могут быть, это мы участники дорожного движения. И никаким образом троллейбус или автобус для себя... Может перелететь. Да, перелететь он не может. Даже трамвай, имея более выгодные условия, что свою собственную выделенную полосу, то есть он где-то пересекается с другими участниками дорожного движения. И все эти моменты, то есть как бы срабатывают только как со сторонними организациями. Ну вот, кстати, еще один вопрос вот в фейсбуке задал Сергей Вулф. Когда конкретно табло появится на всех остановках города? Обещали вроде бы до 2014 года. Я прошу обратить внимание о том, что я новый руководитель трамваяно-трагрузного управления. И как только заступил, первое табло у нас все-таки уже появилось. Сейчас прошел конкурс по поводу того, чтобы муниципалитет и фирма будет поставлять эти табло на остановочных комплексах. В ближайшее время будет согласован план-график установки этих табло. И я так думаю, что или через пресс-службу муниципалитета, или уже непосредственно я, я смогу предоставить план-график, когда будут установлены эти табло. Ну, предварительно хотя бы возможно это в течение года? Ну, я так думаю, что в течение года там на 50% остановочных комплексов, я так думаю, что да, это возможно установка. Хороший план. Давайте еще посмотрим один вопрос. Это видео-вопрос, я напоминаю, его можно присылать. Вы, любой из вас, уважаемые зрители, может присылать свои вопросы на почту, которую вы сейчас увидите как раз вот в следующем видео-вопросе. И давайте послушаем, что именно. В час пик троллейбусы идут раз в 20, либо в 30 минут, или друг за другом уходят в депо. Зато днем без проблем можно уехать раз в 10 минут на пустом троллейбусе. Будут ли как-либо оптимизировать график движения? То есть в час пик кажется пассажирам, что даже реже иногда ходят транспорт, чем вот в обычные часы. На мой взгляд, тут возникает все-таки человеческий фактор. То есть у человека, когда все хорошо, он понимает, что все хорошо. Когда идет какой-то сбой, естественно, у него эмоциональный момент. То есть я бы тоже стою на остановке, если я вижу, что 30 минут нету троллейбуса, у меня бы складывается такое впечатление. Еще раз говорю, что у нас автоматизация процесса в этом моменте уже существует. То есть мы сейчас обновляем программное обеспечение, которое позволяет составлять расписание движения подвижных единиц, как трамваев, троллейбусов, так же и автобусов. Поэтому единственный момент, когда сбивается движение, это именно из-за участников дорожного движения. Допустим, троллейбусы идут все по расписанию, по интервалу. То есть на пересечении какой-то улицы образовался затор, пробка, авария, еще что-то. То подъезжая к этому месту, что сделают троллейбусы? Естественно, они начинают накапливаться, и получается гармошка. Там 5-6 подвижных единиц. Нам так же, как в любом случае, мы коммерческая структура, хоть и со социальным уклонным. То есть чем больше мы заработаем денег, тем более лучше мы можем развивать предприятие. Нам не выгодно то, что стоит 6 троллейбусов, пустых, и не зарабатывает денег. То есть мы это понимаем и боремся с этим. То есть в тесном взаимодействии с ГИБДД пытаемся сделать таким образом, чтобы все-таки маршруты движения были приоритетами. Это то, что касается выделенных полос. То же самое Октябрьское, то же самое Мира. То есть сейчас скорость движения троллейбуса резко возросла с выделенными полосами. Я понимаю, что в средней стороне иногда сам, когда стою за рулем, ну, допустим, мне кажется, что троллейбусы меня обгоняют. Но с другой стороны, я понимаю, я на своем авто один себя перевожу, троллейбус перевозят сразу же одновременно 20 человек. Вот тогда вопрос такой. Действительно ли есть у вас такое разделение, что в час пик сокращается интервал между машинами? Сокращается интервал. Это проработка есть в расписании. Единственный момент, его сложнее соблюдать, это расписание в час пик. Потому что в час пик, почему он и называется час пик? Участников движения резко возрастает, количество свободного пространства на дороге уменьшается. Естественно, труднее соблюдать этот график. Поэтому еще раз повторюсь, что троллейбус, трамвай, такой же участник дорожного движения, он приспосабливается под это. В городе днем действительно меньше пробок, и троллейбусы, как правило, ходят с определенным интервалом нормально. Как только час пик, возможно сбои. Но и то, это не всегда. То есть на каких-то участках сбои есть, на каких-то участках даже в час пик трамвай, троллейбус или автобус соблюдают свои графики. Кстати, есть один из вопросов о скоростном трамвае, насколько я помню. Но об этом мы во второй части программы поговорим. Вернемся в студию сразу после короткой рекламы. Мы говорим о трамваях и троллейбусах, об общественном транспорте в Краснодаре. В гостях у меня Алексей Князев, директор Краснодарского трамваяно-троллейбусного управления. Первую часть программы воспитили троллейбусом, вернее, трамваем. А вот сейчас давайте посмотрим, откуда есть пошли краснодарские троллейбусы. Первый троллейбус был создан в Германии в конце 19 века, но троллейбусные линии стали строить уже на рубеже 20-го. В Великобритании, Франции и России новое электрическое транспортное средство называли троллейбусом, в то время как в Соединенных Штатах электрическим автобусом. В США слово «троллей» означает «трамвай». В России в начале 20 века инженер Шубейский предложил проект первой троллейбусной линии «Новороссийск-Сухум», но он так и не был осуществлен. В Москве троллейбусная линия была построена лишь в 1933 году. Чуть позже появились даже двухэтажные троллейбусы, но первая зима показала их недостатки. Снег и наледь затрудняли управление тяжелой машиной и вызывали опасное раскачивание. В Краснодаре троллейбусное движение открылось в июле 50-го года прошлого века. Сегодня эти машины обслуживают 19 городских маршрутов и курсируют практически по всему городу. Вот интересно, кроме табло, о которых мы рассказали, есть ли еще какие-то инновационные технологии, которые вы сейчас в транспорте применяете? Под инновационным табло, то есть под инновационные технологии, но, наверное, все-таки доработку программного обеспечения, которое позволяет прописывать в предыдущем фрагменте передачи, я говорил о том, что детально прорабатывать расписание с учетом, в том числе временных заторов, которые возникают в то или другое время на определенных улицах. Наверное, спутниковые данные. Да, естественно. Насколько это будет успешно, это по мере реализации мы посмотрим, каким образом это будет работать. То есть работы в этом направлении ведутся. Я слышал, что еще мобильные приложения есть. Мобильные приложения есть на портале администрации Краснодара. То есть есть ссылка «Общественный транспорт», где каждый из пассажиров может увидеть, в какой точке находится тот или другой троллейбус или трамвай с мобильного приложения и понять, в каком направлении он движется. Там же он может посмотреть, естественно, в других мобильных приложениях пробки. И он уже сам приблизительно может высчитывать, что на данный момент этот маршрут будет идти хорошо или не будет идти. Из инновационных технологий, но не инновационных, я вижу, что сейчас мы делаем в ТТУ, начали заниматься разработкой сайта. Потому что у такого крупного предприятия, как в ТТУ, не было собственного сайта. Я еще раз говорю о том, что мы делаем все для того, чтобы предприятие стало как можно более открытым. Чтобы люди понимали, что из себя представляет структура предприятия. Потому что на самом деле оно просто огромное. У большинства населения складывается впечатление, что переехать на трамвай – это надо 3 человека. На самом деле это 10 структурных подразделений, это 4 тысячи человек, которые взаимосвязаны. И каждый из них, если как винтик не работает, то начинаются, идут сбои работы. Вот эти все вопросы, которые сейчас нам задают, я думаю, что через этот сайт смогут вам на приморье. Да, естественно. То есть, в первую очередь, и делается для того, чтобы в любом случае люди открыто понимали о тех проблемах, которые есть в ТТУ. Не в том смысле, что руководство где-то что-то не знает или не владеет. Мы владеем всей ситуацией по поводу задержек, опозданий, несоблюдений график, то есть какого-то иногда некорректного поведения кондукторов или водителей. То есть каждый раз проводятся инструктажи с водителями, с кондукторами. Все это дорабатывается. Будет специальный человек, который будет отвечать на эти жалобы, предложения, то есть улучшения, естественно, по согласованию со мной. И тогда мы сделаем более лучшее предприятие именно совместно. То есть не только мы, но и сами жители города. Отлично. Давайте сейчас тогда продолжим тоже с вопросами зрителей. Пока еще нет сайта, где можно задать эти вопросы. Совершенно верно. Здравствуйте. Меня зовут Николай. Я бы хотел сочнить, будет ли повышаться цена на проезд на трамвай и троллейбусы? Такой очень вопрос, конечно, как всегда это интереснее. Потому что, с одной стороны, у меня как руководителю предприятия этого бы хотелось. Потому что при увеличении стоимости, естественно, есть возможность за счет образовавшейся прибыли пустить эти средства на улучшение парка, на улучшение основных комплексов и в целом на инфраструктуру. Но я понимаю, что кроме экономического эффекта, это есть и политический эффект, социальный, я бы назвал. Поэтому на данный момент я говорю о том, что в постановлении Городской думы нам разрешено раз в год менять тариф. Но в ближайшее время тариф подниматься не планируется. Потому что мы понимаем, что экономическая ситуация как в городе, так и в стране достаточно сложная. И в первую очередь это ударится по карману потребителей, то есть конкретно наших пассажиров. Поэтому мы делаем все возможное, чтобы этот тариф в ближайшее время не повышался. Сколько должен был стоить билет, чтобы развивалось хорошо, чтобы вы покупали новые троллейбусы, трамваи за свой счет? Я могу сказать одно. Естественно, это надо рассматривать ситуацию. Чем больше была бы составляющая тарифа, тем больше мы могли бы обновляться. Примерно, чтобы в хороших темпах, которые вы считаете. Когда мне говорят, как можно сделать таким образом, чтобы у нас трамваи ездили как в Праге, именно было ли такого качества, такие остановочные комплексы, такое полотно, то я всегда говорю, сколько стоимость проезда именно в Праге. Там говорят 2 евро. Естественно, мы понимаем, что это 140 рублей, это сейчас даже абсурд, это невозможно даже об этом говорить просто. Поэтому, естественно, даже если у нас была возможность на незначительную часть увеличения, то эти деньги могли бы уже тратиться на то, что на покупку хотя бы 2-3 трамваев в год, то есть обновление парка. Потому что сейчас, ну или другой момент, мы сейчас ничего не предпринимаем в сторону увеличения тарифа, и муниципалитетный край, как это показал в 2013-2014 годах, за счет собственных средств, помогает нашему градообразующему предприятию, то есть одному из градообразующих предприятий, то есть своими средствами для покупки трамваев, троллейбусов, автобусов. Хочется успеть вопросы. Еще один вопрос от зрителей. Здравствуйте, меня зовут Александр. У меня такой вопрос, почему в Польше есть 8-ми вагонные трамваи, а в России только максимум 2? То есть это было бы удобно для тех же студентов, потому что мест не хватает, и, в общем-то, вот так. Очень хороший вопрос, но тут с тесным переплетением со стоимостью. То есть нужно не 2-3 вагоны, а 2-3 секционные. И мы сейчас планируем, что если финансовая ситуация будет позволять, то, естественно, в первую очередь нужен не 2-3 вагоны, а 2-3 секционные трамваи или 3-3 секционные, потому что особенно на тяжелых маршрутах, где очень большой пассажиропоток, естественно, то есть один водительный трамвай перевозит сразу же количество людей в 3 раза больше. То есть идет, естественно, экономия на зарубные платы со стороны трамвая троллейбусного управления. Поэтому задача такая стоит, и в ближайшее время, я так думаю, что когда будут закупаться новые трамваи, в любом случае место у многосекционных трамваев там будет. Еще вопрос вот из социальных сетей о новых линиях. Вроде бы обещали притянуть линию от конечной Достоевского 40 лет победы до Черкасской или от конечной Московской Солнечной до Черкасской. Очень нужен трамвай. Татьяна Чернова, автор этого вопроса, очень нужен трамвай, так как это самое быстрое транспортное средство в условиях пробок в этом районе. Московская Солнечная, там новая ветка планируется? Московская Солнечная, да, Петра Метальникова, там не только планируется, сейчас уже создается рабочий проект, то есть стадия рабочего проекта. Мы ведем проектирование этого участка. После проектирования, естественно, будет проведена оценка полная. То есть мы понимаем, что там порядка 4,7 километра на путевой линии. По предварительным расчетам стоимость проекта была порядка 300 миллионов рублей. Естественно, после завершения рабочего проекта будет обсуждаться, в какие сроки и на какие средства будет реализован этот проект. Но это уже не разговора, а именно уже идет рабочий проект. Ну, конкретно пока не ясно, сколько времени на это? Совершенно верно, потому что все вопросы утыкаются именно в финансирование. Последний вопрос от зрителей. Слушаем. Здравствуйте, меня зовут Дарья. Меня интересует вопрос, появятся ли в городе Краснодаре скоростные трамваи? Вот, скоростной трамвай, чтобы лететь над городом, над всеми пробками. Моя точка зрения, что скоростной трамвай, тут немного надо понимать, о чем мы говорим. То есть, если по Ставропольской, каким образом может быть, допустим, скоростной трамвай, если мы понимаем, что через каждые 700 метров идет остановка. Скоростной трамвай, в моем понимании, это отдаленные районы, связанные с центральной частью, что остановки нету хотя бы 2-3 километра. Тогда он на максимальной скорости преодолевает это расстояние. В данном контексте вопроса, я понимаю, что у нас это невозможно. Нам надо сделать все, чтобы у нас трамвай был просто, у него скорость движения нашего трамвая была достаточно хорошая. Пока это невозможно. Жаль, но мы будем смотреть в будущее с оптимизмом, развивать инновационные технологии. И в этом я желаю вам большой удачи, и чтобы способствовало все, что происходит в Краснодаре и в стране в том числе. Все-таки мы зависим от нее. Всего хорошего вам. Надеюсь, встретимся еще в эфире. Напомню, что у нас в гостях был Алексей Князев, руководитель, новый руководитель трамвайно-троллейбусного управления Краснодара. Встретимся в программе «Действующие лица». Спасибо. Спасибо.